Добрый день, еще раз уважаемые радиослушатели и продолжаем. А вот прямой фея сейчас на прямой связи посредством зума будет помощник его депутата Юрий Соколовский. Добрый день. Добрый день. Да, большая повестка дня была на этой неделе, именно связанная с Европейским Союзом, взаимоотношениями Европейского Союза с Соединенными Штатами и, естественно, взаимоотношения Европейского Союза с Россией и Соединенных Штатов с Россией. Такой вот треугольник получился, и все это было связано или обусловлено поездкой, таким вояжем президента США Байдена в Европу. Ну, такая первая длительная рабочая поездка после избрания Байдена президентом США. Юрий, как ты все это оцениваешь? Эксперты говорят о том, что это была удачная поездка, по крайней мере, удалось договориться о снятии целого ряда препонов в торговых отношениях между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Ну, во-первых, на мой взгляд, главный пункт повестки дня Байдена, ну, понятно, что это было некоторое улучшение отношений с европейскими странами, но как встреча с европейскими партнерами, так и встреча с президентом Федерации Владимиром Путиным, это была встреча о Китае. То есть среди американской элиты политической достигнут консенсус, что с Китаем надо что-то делать, Китай надо ограничивать. Китай растет, Китай становится конкурентом и уже стал конкурентом Соединенных Штатов Америки в экономическом и политическом плане. И, как мы видим, как администрация Трампа предыдущая, так администрация Байдена, у них есть, может быть, различия по методам, но у них есть общий такой консенсус о том, что надо что-то с этим делать. Каким образом можно ограничить Китай? Создав некоторую коалицию, скажем, стран, союзников для того, чтобы, собственно, оказывать давление на Китай и ослаблять его политический рост и экономическое могущество. Поэтому этот очень важный момент, он был главным и в переговорах с европейскими странами. И, скорее всего, это главный момент, почему, собственно, такая встреча произошла с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Да, что касается встречи Байдена с Путиным, может быть, чуточку попозже. Еще говоря о Европейском Союзе, ведь на самом деле мы знаем, что Европейский Союз и Китай, несмотря на все разногласия, очень интенсивно торгуют. По крайней мере, нет такой страны Европейского Союза, где не было бы до недавнего времени, так можно говорить, такого засилия китайских товаров, уже не говоря о том, что по всему миру все-таки китайская продукция продается в большом количестве. Нет здесь такое ощущение, что какой-то тупик. То есть мы можем делать те или иные политические заявления, а обе стороны настолько зависимы друг от друга, что вряд ли сейчас они начнут такую вот вообще беспорядочную торговую войну. Ну, понятно, все понимают, да, и Китай, и Соединенные Штаты понимают о том, что насколько они за эти годы были привязаны друг к другу, насколько они взаимнозависимы. Экономика США зависит от поставок китайских товаров, благополучие многих рабочих мест в Китае зависит от того, будет ли возможность продать эти товары в Соединенных Штатах. Мы видим, что больше триллиона долга Соединенных Штатов Америки принадлежит Китаю, то есть Китай поставляет товары, получает доллары, и потом эти доллары одалживает американскому правительству для того, чтобы оно могло стимулировать тот же самый спрос на китайские товары. То есть все прекрасно понимают, что никто не может просто взять и обрубить вот эти связи в один момент, потому что это означает всемирный, глобальный и очень тяжелый экономический кризис, в котором пострадают все, не только Китай и США, но и вся мировая экономика. Поэтому что делают страны? Страны один за одним начинают делать ставку, обрубают вот эти связи или делают эти связи. То есть мы переходим от экономики мировой, в которой каждый производил то, что ему получается лучше, дешевле, качественнее или у него есть такие ресурсы, к таким вот, ну скажем так, крепостям, которые в этих крепостях все от трусов до ракет нужно производить сами. Это не очень экономически выгодно, иногда дорого, но зато это делает, ну скажем, менее зависимым от каких-то партнеров и тире геополитических соперников. И вот то, что мы видим последние несколько лет между отношением между США и Китаем, это обе стороны стараются уменьшить свои слабости, уменьшить свою зависимость, понимая, что в конце концов это приведет к какому-то достаточно серьезному противостоянию, которым, ну скажем, стороны будут обмениваться санкциями, обрубать какие-то связи. Мы это уже видели, да, но тем не менее к тотальному какой-то, к тотальному противостоянию, к тотальной, там, не знаю, холодной войне-2 стороны пока еще не готовы. Поэтому в данном случае происходит, каждый пытается переманить на свою сторону каких-то своих союзников, и в данном случае визит Байдена в Европу, это в том числе и попытка убедить в том числе, например, те же самые немецкое правительство о том, чтобы они были бы более осторожны с Китаем и более жесткие относительно к Китаю, да, и потихонечку подготовить к тому, что эти связи будут, ну, не только не укрепляться, они будут слабеть, и это, собственно, может оказаться, сказаться негативно на том же самом, не знаю, немецком бизнесе, который инвестирует в Китай. Кстати, недавно, буквально на днях Китай принял новый закон о том, что у него противостояние санкциями, то есть, когда в ответ на некоторые недружественные санкционные действия, да, они могут ограничить, например, каких-то, какой-то поток инвесторов и установить какой-то неблагоприятный климат. То есть мы, то есть, в принципе, начинают формироваться некоторые такие лагеря, ну, я бы сказал, для такой холодной войны два, да, кристаллизовываются лагеря. Кто в каком лагере и, к сожалению, если кто окажется на границе этих новых лагерей, да, то есть там может очень серьезные быть последствия как для экономики, так и для политики. Да, вот если мы говорим о встрече Байдена и Путина, ну, вообще обе стороны, насколько я понимаю, оценили эти переговоры как положительные, даже, может быть, более положительные, чем ожидалось. Но вот мы знаем, что и переговоры или встречи Путина и Трампа одно время считались, что очень позитивно, потом Трамп возвращался в Вашингтон, и все начиналось, этот виток противостояния и риторики по новой. Можно ли ожидать здесь что-то, чего-то иного? Ну, во-первых, ожидание от этих встреч было настолько низким, что даже, может быть, не очень такой прогрессивный большой результат, да, уже кажется действительно большим шагом о том, что, например, возвращаются послы, это уже считается большим достижением для такого. Ну, и, конечно, можно сказать, что сам факт встречи, а сам факт переговоров, это уже достижение, и то, что возвращаются послы, и то, что намечены какие-то действия, ну, скажем так, которые приемлемы для обеих сторон, это уже достаточно позитивно, потому что то, что было предыдущее, предыдущие там годы и месяцы, это было совершенно нездорово. Но тут я тоже должен рассказать по поводу того, что почему, собственно, эта встреча, опять же-таки, произошла, опять же-таки, почему Трамп хотел улучшить отношения с Россией, почему Байден, несмотря на то, что там обвинение России в вмешательстве выборов в США и там помощи Трампу, он все равно делает этот ход, хотя и не очень популярный, все-таки встречается, потому что, опять же-таки, в этом противостоянии с Китаем Соединенным Штатам они понимают, что если Соединенный Китай и Россия будут выступать, скажем, единым фронтом, то это будет гораздо больше серьезных противостояния, и это будет очень тяжело. То есть попытка каким-то образом сделать Россию, если не переманить какой-то свой лагерь, то есть это понятно, что считается пока невозможным, но во всяком случае обеспечить некоторое нейтральное отношение России, это уже было бы большим достижением. То есть для вот этой политики изоляции Китая это достаточно важный шаг. То есть я бы сказал, что если вспомнить 70-е годы и Киссинджера визиты о том, что налаживание отношений с Китаем неожиданное со стороны Соединенных Штатов, которое тогда произошло, потому что все-таки помним, что идеологические разногласия Мао Цзэдун, и вдруг Соединенные Штаты каким-то образом делают очень серьезный разворот и делают, учитывая плохие отношения между Советским Союзом и Китаем в тот момент, делают попытку расколоть вот этот единый блок, и, собственно, им это тогда удалось. Сейчас формально делается все наоборот, то есть теперь есть попытка отколоть Россию от вот этого, скажем так, альянса. И ради этого они даже пытаются рискнуть. Но то, что не получалось у Трампа, потому что каждая попытка, скажем, переговорить с президентом Российской Федерации, это воспринималось как некоторая некая благодарность за несобственное избрание и подвергалось широкой критике. То есть он был очень-очень ограничен в этом плане, то Байден уже изначально позиционирующий как-то негативное, то есть, как ни странно, у него есть большее поле для маневра, и он легче может объяснить многие такие вещи. Но все равно это не фунт изюма, все равно понятно, что вот эта вся концепция, она находится под водой, и ему достаточно сложно, вернувшись в США, объяснить какими-то своими словами, почему, собственно, такая встреча, почему вот эта некоторая, ну скажем, разрядка и потепление в отношениях, а почему они необходимы, почему Байден выступил с инициативой этой встречи, и почему, ну скажем так, язык был не конфронтационным, как, собственно, могло бы быть ожидаться, да, что стороны обменяются какими-то резкими заявлениями, да, и будут хлопнуть дверью. А, скажем так, стороны попытались найти какие-то точки соприкосновения, хотя это было достаточно сложно. Так что мы видим такой вот айсберг, да, все сконцентрируются обычно на верхней части этого айсберга, да, то есть там какие-то там взаимоотношения, да, но на самом деле вот этот важный момент Китая, это отношение с ним и формирование вот этих лагерей, это является основным, скажем, лейтмотивом вот этой встречи. Жесткая риторика Европейской Союз и Соединенных Штатов в отношении Белоруссии, может быть, она была ожидаема, но тем не менее это как раз наоборот только потолкнуло Белоруссию к России, и вот это союзное государство, которое было, ну, посуществует только декларативным или на бумаге, но сейчас какие-то, может, реальные очертания обрести? Мы видим, что есть определенные, слышали голоса о том, что действительно очень чересчур жесткое отношение к Белоруссии может привести к некоторому обратному эффекту, но мы видим, что как и в отношениях с Россией, Белоруссией и многих других отношениях, мы видим, что есть во многих странах эти вопросы являются политическим топливом. В машине есть там, может, едет на бензине, на дизеле, на электричестве, так и политика во многих восточноевропейских странах, например, она движется, она заливается туда некоторыми отношениями, например, с Россией, да, и поэтому здесь отношения Европейского Союза или отношения некоторых стран Европейского Союза, здесь нужно обязательно очень сильно различать. И когда формируется какое-то, какое-то общее отношение Европейского Союза, оно достаточно слабое, потому что все страны должны договориться и принять какое-то решение. Ну и обычно ориентируются по самым громким, кому больше всех необходимо для своих собственных нужд. И понятно, что многие дипломаты понимают, например, в частности звучало в Европейском парламенте некоторые голоса по поводу того, когда были ограничения полетов государственной авиакомпании в Белаве, говорили, что некоторые оппозиционеры возражали против этого и говорили о том, что, собственно, ну, это авиакомпания, которая летаем мы в Европу, она дешевая. Если ее закрыть, не дать такой возможности, то, соответственно, это будет препятствие для тех же самых людей, в том числе, может быть, оппозиционно мыслящих, летать лишний раз в Европу и что-то сделать. Поэтому, конечно, есть некоторые здравые смыслы, есть политические предпочтения. Поэтому пока такие вещи, политические предпочтения иногда преодолевают. Многие обратили внимание, если мы подводим итоги недели, что еще до встречи Байдена и Путина Байден пообщался в Брюсселе с лидерами трех стран Балтии, уже отдельные эксперты здесь в Латвии говорят о том, что чуть ли не он получил наказ от лидеров Латвии и Литвы и Эстонии, что надо вести такую жесткую линию в отношении с Россией. Может быть, надо было, я понимаю, что мы, может быть, выдаем желаемое задействительное, может быть, лидерам стран Балтии надо было использовать эту возможность для общения с Байден не столько вот рассказывать, какой у тебя плохой сосед, а, может быть, не зная, чтобы американцы приходили со своими инвестициями, развивали здесь бизнес. Ну, что просто так жаловаться и говорить о том, о чем Байден, в принципе, догадывается и сам? Ну, дело в том, что это такие дипломатические ходы, потому что вот эта встреча с президентом Российской Федерации – это очень такой тяжелый не только политический и дипломатический ход, но и с точки зрения public relations, да, то есть отношения. То есть нужно делать некоторые сигналы, шаги вежливости дипломатические о том, что, да, выслушать мнение президента Украины, выслушать мнение руководителей балтийских стран перед вот этой встречей, для того, чтобы, ну, скажем так, не было хора возражений, потому что и так очень много критиков сейчас критикуют Байдена, особенно со стороны республиканцев теперь, да, о том, что он был там недостаточно жесткий, недостаточно, зачем вообще все это надо было, надо было там, не знаю, плюнуть в лицо, да, крикнуть что-нибудь, да, или вообще не встречаться. Вот, но так как мы знаем, что это было необходимо, в том числе с точки зрения геополитических интересов Соединенных Штатов, но перед этим надо было сделать некоторые дипломатические реверансы для того, чтобы снизить вот этот накал, снизить сигнал, мы вас уважаем, мы вас уважаем, да, мы выслушали ваше мнение, но понятно, что это не факт, что вообще это мнение каким-то образом прозвучало на вот этих переговорах, потому что я уверен, что список тех тяжелых проблем, которые были во время этих переговоров, да, они, и которых нельзя озвучивать, да, стороны не могут озвучивать на самом деле все пункты, которые они, на самом деле, почему они встречались. Он велик, да, и поэтому на самом деле это такое вот, эти предварительные звонки, переговоры, это такой вот дань вежливости, дань дипломатических входит. Да, вот что касается, может быть, больше внутренней такой политики Европейского Союза или Европарламента, вот если провести параллели, с наступлением пандемии роль Сейма заметно снизилась, иногда даже многие забывали, что у нас есть Сейм, вся инициатива перешла к правительству, как этим правительство воспользовалось, это, наверное, другой вопрос. Но вот что касается вот такой евросоюзовской политики, там тоже Европарламент с наступлением пандемии ушел в тень и в основном пыталась что-то сделать Еврокомиссия? Ну, понятно, что у Европейской комиссии больше оперативных рычагов в такой ситуации, но понятно, что первые месяцы Европейский парламент был немножечко нокаутирован, да, невозможностью собраться и невозможностью работать так, как работало до сих пор, но спустя буквально несколько месяцев все технические возможности восстановились и сейчас Европейский парламент, я думаю, что совершенно не ущемлен каким-то образом своей активности и тех сигналов, которые он может послать, и тех решений, которые он может принять. Но понятно, что Европейская комиссия имеет в такой, в экстремальных ситуациях она имела большие возможности влиять на ситуацию, да, и помним те же самые вопросы о закупках, кстати. Вопрос сейчас, идет большой скандал, Европейский парламент требует отчета, почему вот эти договоры, которые заключались с фармацевтическими компаниями по поставке вакцин, они делались без консультации, они делались в пешке, они делались, то, что в пешке понятно, да, но почему, собственно, они до сих пор полностью не открыты. Мы помним, что есть проблемы, были проблемы и с поставками, и с условиями закупки, но если учесть, что это деньги налогоплательщиков, да, что это условия этих контрактов, в принципе, важны. Поэтому сейчас вот, например, Европейский парламент требует от Европейской комиссии как раскрыть эти условия этих договоров с фармацевтическими компаниями, так и на будущее, чтобы такого не происходило, все-таки принимать более открытые решения. Поэтому Европейский парламент, да, он был в какой-то момент выбит из колеи, но он вернулся, и сейчас Европейской комиссии, ну, скажем так, ну, скажем так, мягко говоря, приходится достаточно туго, потому что давление, можно сказать, даже увеличилось. Да, вот если мы говорим несколько об экономике или финансах, мы знаем, что Европейский Союз вот создал этот фонд оздоровления и стабилизации экономики, есть еще и другие инструменты поддержки вот стран по выходу из этих последствий пандемии, и создалось такое ощущение, может быть, ты как профессионально отслеживая ситуацию в Европейском Союзе, ты возразились, что включили печатный станок, потому что, ну, денег будет очень много, там, по-моему, если я не ошибаюсь, 700 миллиардов, да, ну, ладно, Латвия получит около 2 миллиардов, тоже для нас немаленькие деньги. Вот как дальше это будет происходить? Мы знаем, что даже в бюджете на следующий год странам ЕС разрешили не соблюдать эти вот мастерские критерии, да, что можно плодить долги, да, вот как дальше это все будет происходить? Ну, в принципе, сейчас, в ближайшие 7 лет, то, что Латвия получит примерно около 10 миллиардов евро, это, в принципе, два больших источника бюджета Европейского Союза, это когда все страны платят чуть больше одного процента от своего продукта в общий котел, и в течение 7 лет эти деньги тратятся на программы, которые мы уже привыкли видеть, что строятся дороги, ремонтируется какая-то инфраструктура и прочие проекты. Вторая часть, которая связана и с которой Латвии тоже повезло, потому что первая часть, она должна была быть меньше, чем предыдущие годы, в силу разных причин. Вторая часть появилась благодаря тому, что благодаря пандемии и ее эффекту на экономике стран Европейского Союза, когда появился вот этот новый фонд будущего Европейского Союза, и цель этого фонда в ближайшие 2-3 года увеличить расходы на всякие разные проекты, программы, которые могли бы каким-то образом оживить экономику стран, пострадавших от этой пандемии. А эти деньги в этот второй фонд, они занимаются. Это тоже очень интересный момент. Буквально недавно произошло первое размещение вот этого транша, этого кредита. Европейская комиссия размещает на рынке некоторую возможность одолжить деньги для вот этих целей. И спрос был гигантский, спрос был несколько раз превышал предложение. Все хотят одолжить такому надежному заемщику, как Европейская комиссия. Поэтому, собственно, первые деньги уже получены и уже скоро будут тратиться. То есть второй, этот чан, из которого берутся деньги, он не, он должен, эти деньги должны быть страны вернуть большей частью, но через очень долгое, долгое, долгое время. То есть это некоторый такой общий, можно сказать, общий долг. Что касается большого количества денег напечатанных, да, это действительно сейчас очень такой тревожный момент, потому что все практически центральные банки, Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк напечатали, выпустили триллионы дополнительных денег для того, чтобы, ну скажем так, оживить экономику, для того, чтобы, можно сказать, если сравнить, скажем так, экономику с организмом, то деньги это кровообращение. И самое большое, что может, одно из самых печальных моментов, который может быть, и который мы видели, например, во время Великой депрессии, это когда нарушается система кровообращения, деньгооборот, когда где-то деньги есть, а где-то, собственно, ощущается их страшный дефицит. И вот для того, чтобы этот дефицит не произошло, не произошло вот этого коллапса, не произошло, что было в Великой депрессии и отчасти в 2008-2009 году, все центральные банки начали печатать огромное количество денег и предлагать и банкам, и правительствам. То есть сейчас, например, Европейский центральный банк фактически финансирует за счет эмиссии, финансирует многие правительства, и они могут за счет этого очень дешево получать деньги. Каким образом это будет возвращаться обратно, это большой вопрос. Это вопрос и стоит в США, и вопрос стоит в Европейском Союзе. Пока руководители центральных банков и Федеральной резервной системы говорят так, что пока не время, пока не время, но может быть когда-нибудь, через несколько лет мы будем изымать с помощью вот этих наших инструментов, изымать эти деньги обратно. Другие скептики говорят о том, что это уже в принципе невозможно, и что политика дешевых денег, которые мы видим сейчас, эта политика будет надолго. Чем это чревато? Ну, одна из таких любого лекарства есть позитивный. Если мы лечим одну какую-то болезнь или снимаем симптомы одной какой-то болезни, то мы можем вызывать побочный эффект. И вот побочные эффекты, это один из таких побочных эффектов, это возможная инфляция, которую мы будем видеть в ближайшие годы. То есть эта инфляция связана с несколькими факторами, но один из факторов того, что немножечко ослабилась ситуация с пандемией, люди стали больше ездить, больше потреблять, некоторый отложенный спрос, и поэтому собственно происходит рост цен. А с другой стороны, еще один фактор вклада, это вот эти дополнительные триллионы долларов и евро, которые впущены в экономику, они отражаются в том, что мы видим рост на материалов, например, в строительстве, рост, те, кто работает в строительстве, знают, что насколько буквально за несколько месяцев выросла стоимость металла и других материалов. Мы видим, что растет нефть и, скорее всего, еще дальше будут расти и другие материалы. И не исключено, что некоторые эксперты говорят, что не исключено еще и рост цен на продукты питания, которые мы видели, кстати, в 2011 году. То есть если мы вспомним, что в 2009-2010 году, что в основном центральные банки, федеральная резервная система тоже вкидывали большое количество денег для того, чтобы стимулировать экономику, но это в том числе как побочный эффект вылилось в очень серьезный рост цен на продукты питания. Кстати, это вызвало, стало одной из причин так называемых арабских весен в арабском мире. То есть мы вспомним, что большую волну возмущения в этих странах вызвало именно рост цен на топливо и рост цен на продукты питания. Собственно, люди вышли на улицу и с этого началось очень кровавая ситуация на Ближнем Востоке. Поэтому да, вот сейчас эта ситуация продолжается, она будет еще, политика дешевых денег, она будет продолжаться какое-то время. Но, естественно, в центральных банках усиленно думают, о каким образом вернуть какую-то ситуацию, чтобы можно было бы продолжать регулировать вот эти отношения. От этих, от сейчас, кстати, политика центральных банков федеральной резервной системы, наша жизнь зависит очень-очень сильно. Это невыборные должности, то есть мы их не выбираем, это не парламент, это не правительство. Но от решения этого ограниченного количества людей сейчас зависит очень многое. И если они примут какое-то неправильное решение, то последствия будут достаточно тяжелыми. Но самое интересное, что если посчитать протоколы собраний и Федеральной резервной системы, и Европейского центрального банка, мы увидим, что даже это маленькое ограниченное количество людей имеет разное видение того, той природы, ситуации, в которой мы оказались как сейчас, так еще и до Кризиса. Поэтому здесь нужно внимательно следить за действиями, за риторикой и за намеками центральных банкиров, потому что они потихонечку превращаются в очень важных, точнее, уже превратились в очень важных персон, от которых много чего зависит. Может быть, такой последний вопрос, он связан с ситуацией в нашем доме, за твоими плечами не одна придуманная компания, поэтому ты можешь какой-то вывод сделать. Вот сейчас рекордно низкая явка, 34% на муниципальных выборах, все об этом говорят, но ведь это странно, с одной стороны, погода, может быть, способствовала, но тем не менее мы видим, что предложений-то достаточно, избиратель не может сказать, что буквально нет партии, за которые голосуют. Более того, у нас сейчас на подходе еще три новых партии, может быть, и больше, как обычно, на каждые выборы все им появляются новые политические силы. Что же происходит, на твой взгляд? Ну, в любом случае, люди гораздо охотнее идут, то есть это должен быть либо какой-то сигнал большого недовольства, либо когда люди чувствуют, что они могут что-то изменить. И тогда образовывается высокая явка. Но я должен сказать, что низкая явка, она очень выгодна тем, кто находится у власти. Потому что понятно, что они, их семьи, семьи чиновников обязательно приходят, они очень дисциплинированы и всегда ходят на выборы. Не приходят люди, которые, ну, скажем так, считают, что их голос ничего не решает или они недовольны им какими-то действиями. И получается некая диспропорция, потому что результатом выборов, что значит, собственно, выборы? Выборы — это люди присылают, какую-то определённую группу людей присылают своего представителя, и этот представитель озвучивает позицию этих людей, и эта позиция должна быть учтена при принятии решения. И тогда общество, наше общество, ну, более-менее стабильно в этой ситуации. Когда вот такая ситуация, такого подозрительного молчания, это ни к чему хорошему не приведёт. Это значит, что некоторые группы людей с своими интересами, ценностями, проблемами, они не представлены или представлены недостаточно в органах местного сомправления, в парламенте и, наверное, в тех уровнях. И это может вылиться очень серьёзной диспропорцией и большие-большие проблемы. Поэтому я считаю, что ходить в любом случае на выборы надо, потому что иначе твой голос перераспределится в голос тех, кто, собственно, находится у власти, кто всем доволен. И никто, не ходя на выборы, люди не наказывают власть, они её награждают, а власть очень любит, когда она всё время боится того, что её сменят. Логично, да? Если люди, недовольные действиями власти, не приходят на выборы и не посылают своих представителей, просто аплодируют, просто аплодируют. То есть если человек думал, что он накажет этим, что кто-то пошлёт, нет, там просто аплодируют, радуются и хлопают в ладоши. Вот это основной урок, наверное, да. Кто хочет наказать, кто хочет, чтобы такое, надо наоборот, приходить на выборы. Спасибо большое. Это, по-моему, ценный совет завершения нашего эфира. Юрий Соколовский у нас был на прямой связи. И большое спасибо. Спасибо вам. До свидания.